Это самый романтичный дом в Тальменке. Каждый день его жители ужинают при свечах. Ровно месяц назад в здании произошел сильный пожар. Полностью сгорела крыша. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. В век высоких технологий люди месяц живут без электричества. В доме объявлен режим ЧС. Ну, вы понимаете, как без электричества? То есть это элементарно. Не покушать, не сварить, не помыться. Извините, сотовый телефон даже не зарядить. То есть мы еще и без связи. Мы бегаем, заряжаем, просим, чтобы нам хотя бы на связи быть. Временную кровлю жители сделали своими силами. Мы собирались с утра и до ночи и делали эту временную крышу. Благо, что у нас есть в доме специалисты, ребята, которые занимались этим вопросом. Накануне на Лисовенко 51А начались работы по ремонту крыши. Предельная стоимость проекта – 5 миллионов 400 тысяч рублей. Также в здании необходимо провести замену электросистемы. А пока не будет крыши, не будет электричества. Иначе первый же дождь может привести к замыканию. Кстати, все расходы на ремонт легли на плечи жильцов. Погорельцы разделились на два лагеря. Ну, вы же не идете к голове, когда вам холодильник надо купить, вы же не идете к голове города, Барнаула? Абсолютно те же самые вещи. Крыши или холодильник. Абсолютно одинаковые вещи. Некоторые жители надеялись, что крышу отремонтируют за счет резервного фонда. Например, в прошлом году именно так получилось на северном Лосихинском проезде в Барнауле. Там тоже полностью сгорела крыша. Но в Тольменской администрации жителям дали понять. Денег ни в крае, ни в районе тем более нет. Мы обратились к региональному оператору и обратились в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. В соответствии с действующим законодательством, восстановление проводится за счет средств регионального оператора. То есть за счет средств фонда капитального ремонта. Это значит, что почти в два раза подскочит тарифы. Жители будут расплачиваться за крышу, грубо говоря, в кредит до 2043 года. И до 43 года они не смогут больше претендовать на капремонт. Ну, 43, мне 72 года сейчас. Так что я, конечно, не доживу до этого дня. И они за счет капремонта, ну, сделают, они сказали, только крышу. Больше ничего. Тут длилось в подъезде, все кошмар. По словам чиновников, основные работы на крыше будут завершены до конца августа. Иначе при первых заморозках хранить еду можно будет уже просто в квартире, без помощи холодильника и электричества. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.